72-й час Elder Scrolls 3 Morrowind. Продолжаем изучать яичные шахты возле Вивика. Я напомню, что мы отправляемся в Вивик. Я 5 дней не играл в игру, поэтому есть риск, что я что-то уже забыл. Я понятия не имею, понадобится ли мне такое количество яиц когда-нибудь в будущем. Так, все, у меня закончились силы. Значит, с помощью заклинания возврата телепортимся в кальдеру. Сейчас будем сбагривать оружие, успехи и т.д. Хотя у меня сбагривать особо нечего, стеклянный кинжал. Кстати, у меня есть эбонитовый правый наплечник, он больше весит, но эбонитовый правый наруч, но он же лучше, чем стеклянный, правильно? Лучше, потому что у того только уровень защиты 130 и у этого 148. Плюс у меня ускорится прокачка стеклянных тяжелых доспехов. Так, мне еще стеклянный кинжал надо продать. А, и правый стеклянный наручил мне. Так, все. Теперь мне нужно в Балмору, чтобы сбагрить, не сбагрить, а выложить ингредиенты, которых я набрал очень много. Наручные клинки у меня подрос. Заметьте, стражники уже практически не наносят мне урона. И это здорово, что я могу сказать. Я красавчик, я хорош. Получи! Посмотрим, из чего тебя сделали. Получи! С щитом я довольно эффективно защищаюсь, много ударов парирую. Все у меня хорошо, так сказать. Так, все. Почему я не могу двигаться? А, потому что меня опять чем-то заразили. Ну, у меня есть заклинание лечения моровых болезней. А, подождите, у меня не моровая болезнь, у меня обычные недуги. Что, я снова как новенький. Мне сейчас нужно гильдию магов, друзья. Стражники для меня теперь значительно уже стали менее страшными, чем это было раньше. Сейчас мне просто проще их завалить и все. Опять у меня обычная болезнь. К сожалению, да. Опять я, опять они меня, почему они постоянно заражают? Какой-то охренелой, я не понимаю. Так, испил зелье, снова чувствую себя прекрасно. Так, сейчас через гильдию магов отправляемся в Балмору выгружать ингредиенты. Кстати, давайте починим доспехи, оружие после этой зарубы. Все, все мои оружие и доспехи как новенькие. Единственное, я не пойму, а где лук. Демонический длинный лук. Демонический длинный лук у меня на месте. Чем могу помочь? Чем обязан? Прошу вас, спрашивайте журу. Удачного пути. Так, телепортимся в Балмору выгружать ингредиенты. Вот она, кстати, видите, в Вивик может меня отправить. Так, ну нового уровня у меня нету, как я понимаю. Если вам как дела, что-нибудь понадобится. Так, отдохнем. Я с радостью помогу. Отдохнул. Куда бы мне выгружать все-таки эти ингредиенты, особенно яйца. Они очень много занимают места. Очень много. Так, здесь у меня... Риспанулись зелья восстановления магии. Давайте я все заберу. Улучшение силы воли я брать не буду. Капризы магии. Слушайте, вот эта книжка, по-моему, может меня чему-то научить. К сожалению, нет. Она меня ничему не научила. Но, по-моему, я этот текст не читал. Давайте посмотрим. Капризы магии. Отрывок из текста Капризы магии. Но будь осторожен, иначе сила ослабит основы и сдерживай поток, идущий сквозь массы. За исключением тех случаев, когда функции оправданы. И следи, чтобы массами не злоупотребили гордый волшебник, уверенный в своем искусстве и ослепленный своими амбициями. В этом оставь приказы массам старым и самым уважаемым магам. И обезопась эти приказы тайными кодами и ключами, чтобы сбить толку даже самых смышленых учеников. Места восстановления следует тщательно охранять. Ибо как часто даже мудрые жаждали выйти живучестью и манной за пределы своих тел и душ. И также фонтаны магии должны заглушать и заваливать, позволяя их рождение лишь для переосвещения необходимых тайных двигателей. Матплен. Ничего не понимаю, что пишут. Хрень какая-то. Так, особенности флоры. Это я читал. Сила воли я не буду улучшать. Вмешать ствол сиви. Свиток панацеи дайден. Излечить обычную болезнь. Три свитка. Давайте излечение обычных болезней заберем. Маленькие камни душ я брать не буду. Так, теперь мне нужно в особняк Лаулу, где у меня склад ингредиентов. Такое ощущение, что сглаживание не работает в игре. Так, особняк Лаулу. Тут уже яйца, видите, повсюду разбросаны. Потому что их уже просто некуда складывать. Выкладывать буду те ингредиенты. А, ну подождите. У меня в каком-то ящике сложны те ингредиенты, которые имеют лечение. То есть те навыки, которые мне самому понадобятся. Запас сил, здоровье, высасывание силы воли. А, и левитация, да? Левитация. То есть в этой бочке у нас самые полезные складированные заклинания. Эээ, ингредиенты. Так, ну яйца некуда выкладывать. Уже проверено. Остановить магию. Берем. Перекладываем из них в дороги. Так, восстановить запас сил. Черт, уже не помещаются, к сожалению, ингредиенты. Я вот даже не знаю, куда их складывать. Ну вот, если сюда только освободим эту бочку полностью. Куда-то вверх. Выгрузить этот холам. Подождите, что я выбросил только что? Бутыль. Он мне не нужен. Так, внизка. Куршин. Листок бумаги. Так, выбросил. Будем в эту бочку тогда складировать полезные ингредиенты. Какие у нас еще варианты? Так, все. А эти ингредиенты, они мне в ближайшей перспективе не понадобятся. Их в остальные выкладываем. Коробки. Подождите, а соленый рис, почему я не выложил? Блин, и тут уже места нету тоже. Так, соленый рис. Так, яйца к вам. Мне, конечно, уже надоело их выбрасывать на пол, потому что у меня на полу тоже свалку. Мне не очень охота создавать. Ну а куда вы? На какие у меня варианты? Пускай яйца к вам и там лежат. Что по весу? 340 из 440. Все равно я довольно сильно наг... А, стрелы. У меня есть хитиновые стрелы, дешевые довольно-таки, дешманские стрелы. Давайте хитиновые стрелы я выложу в труп хвалу. 290 у меня теперь нагрузка. Ну что, вот так вот, наверное, тарелка. Тарелку выбрасываем. Ваш навык атлетикой выреза 62. Здорово. Так, тарелку выложил. У меня 291 килограмм веса. Ну что, вот в таком состоянии отправляемся обратно в Вивик. Единственное, я бы все-таки предпочел с Урана пешком дойти до Вивика, потому что к Вивику я пока еще не дошел. Так, к Сурану я могу на Силстрайдере из Балмора отправиться. Тогда давайте к Силстрайдеру вернемся. Да, у меня выключено сглаживание в драйвере видеокарты. Я вижу, что у меня картинка немножечко не сглаженная. Но мы это поправим в следующей серии. Кстати, давайте, мы же там клуб совета вырезали в прошлый раз. Там у кого-то, я помню, что должны были остаться молотки. Слушайте, а трупы что, все исчезли, да? Трупы исчезли, друзья. Это плохо. К сожалению, трупы исчезли, а это значит, что молотки я не заберу. Ну что, отправляемся на Силстрайдере в Суран, а оттуда к Вивик. Куда хотите отправиться? Ох ты, ушибся я. Немножко. Так, что-то у меня здесь окна немножечко не соответствуют по размеру. Давайте поправим. Вот так вот. Так, ну, мне нужно в Суран идти пешком, да? Как и в прошлый раз. А, вернее, Вивик, конечно же. Да быстренько дойдем, без паники, нормально все. Да, сглаживание в игре не работает. Интересно, я могу его в настройках включить? Нет, это только... Это только в драйвере видеокарты можно сделать. Кто там за мной погнался на свою виду? Так, здесь опять придется через воду. Левитировать. В принципе, самый оптимальный маршрут это идти тем же маршрутом, каким я изначально шел в Сур... Вивик. Здесь вот... Да зачем, в принципе, нам нужно там левитировать или ходить по воде, если я могу просто переплыть? Какая вообще проблема? Рыба. Рыба меня укусила. Ничего страшного. Даже не буду тратить на нее время. Странно, почему у меня туман войны здесь не убирается? А, вот появился. Убрался туман войны. Очень странно. Небольшой глюк словили. Так, ну вот мы к ферме к этой вернулись. С которой, грубо говоря, начинали. Я надеюсь, тут не выросли новые... Новый соленый рис. К сожалению, то ли он вырос, то ли я его в прошлый раз не собрал. Я сейчас уже не вспомню. Просто на некоторых кустах, видимо, я не сорвал. А может быть... Короче, ладно. Давайте соберем рис. У меня все-таки силен во мне дух. Как он называется-то? Который все собирает. Так, это кто? Она... Кстати, она, походу, квест хочет дать. Да. Лилес Бириан. Я вас не знаю, что вам нужно. Кстати, она обучает чему-то. Ух ты, смотрите. У нее можно прокачать разрушение. Все, что есть, все, что можем, все качаем. Прикольно. Благо денег на валы. Магичка, значит. Да, это магичка. Смотрите, время-то как быстро... То есть, получается, когда обучаешься, время довольно много проходит. Ну да. Она же должна рассказать. Обучить меня чему-то. Это требует времени. Вот будет прикол, если мы сейчас до сотни... До сотни прокачаем. Так. Вы не можете тренировать на оборче. Позовет главный характер. Так. Разрушение. Мы уперлись в потолок. Мистицизм. Тихо-тихо. Не уходи. Мне надо обучиться. Да она все пытается убежать, я не пойму. Не расскажешь, в чем дело? Слушайте, а мистицизм у меня... Мистицизм у меня не входит ни в первичные, ни в вторичные. Зато туда входит восстановление. Так, мистицизм прокачали до упора. Ну, как до упора? Не до упора. У меня просто характеристики не позволяют. Восстановление. Смотрите, и навык восстановления качаем. Про нее почему-то нету в интернете информации. Я на бумажке выписал всех учителей, которые повышают мои первичные и вторичные характеристики. Но про нее там ничего. Ничего. Про нее не было вообще. Ничего сказано. Про эту бабу я вообще впервые вижу ее. Не расскажешь, в чем дело? Так, я могу отдохнуть и повысить уровень. Представляете? Слушайте, а здесь нельзя лагерь. Давайте здесь лагерь разобьем. Прокачаем уровень. Значит, удачу. Силу воли. Ну и... Не знаю, интеллект что ли? Или вы... Скорость или интеллект. У нас со скоростью хуже всего. Давайте скорость качнем. Сила воли. Скорость удачи. Так, ну теперь мы сможем, соответственно, еще больше обучиться разрушению. Потому что оно зависит от интеллекта. Смотри, разрушение. Так, мистицизм, соответственно, тоже повышаем. Вот это мне с ней повезло, конечно. Так, и восстановление снова качаем. Почему про нее нигде не написано в интернете? Я не понимаю. Она, походу, вообще до сотни может поднять все ее. Вам необходимо обдумать об обученной. Давайте снова разобьем лагерь. Только почему-то в этот раз я уже не могу лагерь разбить. До этого мог, а теперь не могу. Почему-то не могу. А до этого разбивал лагерь нормально. Так, ладно, давайте... Не расскажешь, в чем дело? Обучимся восстановлению все-таки до упора. До того, в который можем. Так, все. Восстановление я тоже уперся. У меня было 204 тысячи золотых. Осталось 165. То есть, на самом деле, денег-то не так уж... Денег все равно навалом. Вообще, надо эту бабу как-то пометить, что ли. То, что она здесь находится. Кстати, с ней же еще и поговорить можно. Давайте я здесь метку поставлю. Значит, магичка, которая учит доста, мне кажется. Она, мне кажется, доста учит. Учит. Магичка, которая учит. Ну, просто напишу. Я не знаю, до скольки, но, наверное, доста, мне кажется. Так, ладно. Пообщаемся с ней. Может быть, квест даст. Мм. У нее, кстати, есть заклинание. Ужасная абуза. Покупаем. Жестокое утомление. Покупаем. Я маг. Лилис Бириан. Так. Ну, в общем, я прокачался. Сколько смог. Продолжаем двигаться к Вивику. А вот тут я не собирал траву. Ну, соленый рис тоже немножко есть. Пловика бы я поел. Пловика. А из соленого я люблю соленые грибочки. И соленые огурчики. Но не рис. Рис хорош в виде плова. Что-то жрать захотелось, зараза. Пловика. Продолжаем. Должаем. Должаем. Так, ну всё, надеюсь, я тут собрал Да, видимо, всё Так, ферма Нелеры, я, скорее всего, заходил Яичная шахта, ну всё понятно, понятно Слушайте, а давайте полностью вот этот посёлок изучим Потому что в прошлый раз, по-моему, в прошлой серии я его не до конца осмотрел Тут есть какие-то нераскрытые От тумана войны дороги Нет, там уже точно ничего нету Да нет, будем считать, что здесь осмотрел всё Погнали, Вивик О нет, только вы не говорите, что там опять что-то выросло И опять я могу тут собирать растения Мне это уже надоело Чёрт Ладно, погнали дальше, не буду я всё это собирать уже Сколько можно Вон корабль, кстати, который до Вивика идёт, я так понимаю Потому что в игре же не только силстрайдерами сообщение осуществляется И гильдиями магов Можно плавать на кораблях Так, ну вот он Вивик Самый, наверное, большой, я так понимаю, город В Моровинде Ну, кстати, теоретически, я так понимаю, и извозчик Извозчик может дать какой-то квест Вот этот вот, который на корабле Катает людей Давайте я с ним поговорю Тем более базовые реплики про Вивик Он мне всё равно должен будет дать Как и любой житель этого города Оно Андорам Алимсиви Ферестеризейшн Я одно Андоран Не волнуйтесь Вивик даже нас смущает А ведь мы тут живём Вы ищите какое-то определённое место Или пытаетесь найти кого-то конкретного Сейчас мы с ним поговорим Ауран Фрернис Её лавка находится на западной стороне нижнего пояса Здесь, в квартале чужеземцев Надо, кстати, вообще посмотреть Какие квесты в Вивике Я капитан Советник Виланда Амани живёт на острове Элмаз Вне Вивика Перейдите на материк по мосту Из поселения Таливани Потом поворачивайте на юг И идите через мост на остров Элмаз Дорога от южного конца моста Ведёт прямиком к особняку Аммании Вивик Город, состоящий из девяти округов Каждый из которых сам по себе является гордым Каждый великий дом имеет свой округ А чужеземцы живут в своём округе Который называется Квартал чужеземцев Арена предназначена для общественных развлечений Вроде потешных боёв Простолюдины живут в округах Святого Делина И Святого Олмса Но в основном это священный город Лорда Вивика Министерство правды Тюрьма храма Расположены рядом с Великим Высоким Собором Залами мудрости и справедливости И дворцом лорда Вивика Высокий Собор Высокий Собор Самый большой храм трибунала в Андерфелле Архиканоник Сариони Руководит храмом Всеми его жрецами, целителями и монахами Паломники приходят со всего Моровинга Чтобы увидеть Высокий Собор И Министерство правды И молятся у дворца Вивика Дворец Вивика Дворец Вивика это жилище Сейчас, секундочку Дворец Вивика это жилище Смертной формы бога-героя Вивика Воина-поэта Одного из трех божеств Составляющих Альмсиви Божественного покровителя храма-трибунала Только избранных приглашают К приверителю Вивику И только по его инициативе Под дворцом Вивика находится канал загадок Место поклонения и исполнения Испытаний для героев Пытающихся снискать благосклонность Вивика Много сокровищ, охраняемых слугами Доэдра Покоятся в темных переходах канала загадок Драм-бюро Говорят, его видели в округе Святого Олмса Канал загадок Под дворцом Вивика находится канал загадок Место поклонения и испытаний для героев Так, это я читал Множество сокровищ охраняет доэдрические слуги В темных переходах канала загадок Будем зачищать, будем зачищать Красивус Курио Советник Красивус Курио живет в роскошном особняке На Плазе В поселении Хлаулу здесь Вивике Министерство правды Министерство правды было создано, чтобы обеспечить Тюрьмой Чтобы обеспечить тюрьмой И центром переобучения ординаторов храма Чтобы они, в свою очередь Могли перевоспитывать здесь еретиков Мудрость Морвенда Эшлендеры поклоняются своим предкам В их племенах лидерами являются ашханы Которым помогают мудрые провидцы Округ Святого Олмса Округ Святого Делина и Округ Святого Олмса Районы проживания простонародья и нищих Храм назначает разумную арендную плату За удобные мастерские, магазины и жилье И большая часть ремесла и легкой промышленности Вандерфелла размещается в этих округах Аббаста Святого Делина Мудрого На верхнем ярусе Святого Делина А советник Хлаулу Ингринг Полутроль Владеет усадьбой на верхнем ярусе Святого Олмса Поселение Тальвания Поселение Тальвании Это самый восточный округ Лорд-маг Мавон Дреним Главный человек среди знати Тальвании Тальвании арендуют строение у храма Им приходится довольствоваться башнями Велотов вместо их излюбленных башен грибов Административный центр включает в себя сокровищницу И зал записей Рабы находятся на самых нижних ярусах Здесь много торговцев, рабочих и инструкторов Трактир Голова Ящерицы Предоставляет жилье наемникам и прочим посетителям Тальвании Каждый округ предоставляет свои услуги Если вы член имперской гильдии Отправляетесь в квартал чужеземцев Если вы служите одному из великих домов Отправляетесь в поселение Хлаулу Поселение Ридаран Или поселение Тальвании Если вы служите храму Вам дорога в высокий собор Помимо этого в городе есть много независимых Оружейников, торговцев, алхимиков, портных Книготорговцев, ремесленников и инструкторов Просто нужно осмотреться Хулэя Хулэя? Органьянин из Мороктонг? Немного органьян в Мороктонге Я бы искал ее в трактире Черный Шалк В нижнем поясе квартала чужеземцев Или же в книжной лавке Джобаши На том же уровне нижнего пояса Где и трактир Черный Шлак Эдрину Оретти Ее дом в поясе поселения Хлаулу Здесь в квартале чужеземцев Вы найдете имперские гильдии Гильдию бойцов, гильдию магов И храм имперского культа внизу у каналов Члены дома Ридаран живут в поселении Ридаран А тальванийцы в поселении Тальвании Хлаулы живут в поселении Хлаулу А еще в округах Святого Делина и Святого Олмса Жрецов храма, клерков и ординаторов можно найти в Зале Мудрости И в Зале Справедливости Некоторые бойцы живут и тренируются на арене Этот книготорговец Джо Баши Из редких книг Джо Баши Говорит как последний аболюционист Но пока его ни в чем не уличили Ординатори приставили своего стражника Чтобы следить за ним Но ему все сходит с рук Может у него друзья в высоких сферах Мой корабль Призрак Мороза Может доставить вас из Вивика В Эбенгард, Хлаоут, Молокмар И Тельбранору Вивик огромный город Там легко заблудиться Но если вы не нарушаете закон У вас не возникнет там никаких проблем Мой вам совет Исследуйте город Узнаете что продают ремесленники и торговцы Узнаете что продают А посетите места К которым стекаются паломники Министерство правда Высокий собор и дворец Вивика И не забудьте о Эбенгарде Имперском городе Через лагуну на запад Там вы тоже найдете много чего интересного Округа Вивика Это многоуровневые строения Верхние уровни Плаза где расположены магазины И поместья богачей Пояс Ярус пониже Обычно там располагаются магазины и гильдии А также некоторые жилые помещения Уровень каналов Самый нижний Там живут бедняки В подземельях Еще ниже уровня каналов Канализация Туда спускаются только воры и чистильщики Переходы там похожи на лабиринты Поэтому смотри куда ты идешь Все округи были построены храмом И он сдает их в аренду Магазинам, гильдиям и жителям В Вивике 8 округов На карте он похож на крест С кварталом чужеземцев наверху Поселением храма Дворцом Вивика Высоким собором Министерством правды Залом мудрости И залом справедливости Внизу Поселением Хвалу к западу Поселением Таливани к востоку И четырьмя округами в центре Поселение Ридаран на северо-западе Арена на северо-востоке Округ Святого Делина на юго-западе И округ Святого Олмса на юго-востоке Сейчас вы находитесь в квартале чужеземцев Силстрайдеры с северной площади К северу от квартала чужеземцев Идут в Сейданин Кстати, вот Силстрайдер же совсем рядом Вот он стоит Идут в Сейданин, Суран, Молокмар и Балмору В гильдии магов в квартале чужеземцев Вас за плату телепортируют в Балмору Альдрун, Кальдеру и Садритмора Гондольеры перевозят пассажиров Между поселением Таливани, поселением Хвалу Кварталом чужеземцев Округом Святого Делина и Ареной Дороги от северной площадки ведут на север К Сурану и Аскадианским островам И на северо-запад к Сейданин Рассказывают, что для Балана Андрану Из поселения Радаран Настали трудные времена Он потерял значительную часть его бизнеса Так, все, я с ним поговорил Короткий тур, длительное путешествие Выбор Пора уже в сам город, наверное, отправляться Чем-нибудь написано Нет Ничего не написано Это квартал чужеземцев Но как туда попасть, вот непонятно Вивик Нижний пояс Тут глухая стена Давайте по часовой стрелке пойдем Да Постройки здесь, конечно, монументальные Так, тут вход в подземелье есть Где-то Слушайте, может подземелье Или не будем опережать события В принципе, у меня есть правило Если я нашел какую-то локацию Сразу ее зачищать Ну, ладно Давайте я не буду пока Опережать события Нет, давайте я отправлюсь В подземелье все-таки Так, ну я в подземельях нахожусь Квартал чужеземцев Как тут перемещаться-то здесь Как я драться должен? Ну, кстати, я даже в воде могу, в принципе, драться Ладно, давайте просто поплывем По этому тоннелю Куда-нибудь, наверное, выберемся На дне что-то лежит Мертвое тело, ого Что тут у нас? Железный огненный убийцу, цена 100 Оргская секира, цена 2000 Что, возьмем? Давайте заберем ее Ну, тут остальные Так, правый стеглый на руч Рогового кулака, цена 7 Ерунда Ну, ингредиенты уже, как я говорил Есть правило у меня Все ингредиенты собирать Так, все, здесь тупик Бутылка плавает, смотрите Уже на дне ничего нету, я смотрю Крыска, хочешь по голове получить? Она не дура, она в воду не лезет Слушайте, ну вот как я должен сюда Выпрыгивать? С помощью левитации получается? Что-то я не понял Так, ну давайте с помощью левитации я выпрыгну Надо нас жрет, пипец сколько Блин, ну я же применил левитацию Почему у меня он не летает? Что-то не понял Ну давайте хождение по воде попробуем Так, ну вот я, видите, хождение по воде сработало Так, ну первый мне попался в тот вход Который вот находится там Поэтому давайте я сначала там Попробую выбраться наверх Посмотрю куда меня выведет И где я нах... Квартал чужеземцев, каналы Да уж тут целый город в городе просто Гробница Гробница Целитель Охренеть Тут очень... Тут реально город в городе Книга торговец Ну давайте книга торговца посетим Сейчас еще и обворуем его заодно Ну я буду... Хотя в принципе читать-то я могу все книги Так, ну биографию Барензи я точно читал Стража! Так, загружаемся Ладно, то что у него в сундуке Книжки я даже доставать не буду, потому что сразу срабатывает Так, поучение благой альмалексии Это я читал книжку Вон тут много книжек Ну да, это же магазин книг Чего ты хочешь? Посмотрим Почитаем Краткая история Империи Том 4 Читал я это, по-моему Том 1, том 3 Нет, это я все читал Размышления о культах Разновидности веры Дом забот Вот эту книжку я не читал Дом забот Среди древних духов, сопровождавших святого Вилота и Кимера в землю обетованную Моровинда Четыре лорда даэдры, Малакап, Мехрундагон, Молокбал и Шигарат Известны под именами четырех столпов дома забот Эти лорды воспротивились указанию трибунала, учинив великую бойню между кланами и великими домами Малакап, Мехрундагон, Молокбал и Шигарат священны в своей роли в препятственной испытании Со временем они стали иногда ассоциироваться с различными врагами Такими как Нордлинги, Аковири или горные орки Малакап это оживленные экскременты Нет, друзья, это я что-то читал про какие-то экскременты Анурат с комментариями Это я читал Утешение в молитве Дом забот Призы Фазуры Жития святых Путь паломника Проповеди Сарионе Это я тоже все читал Блин, сколько ж тут книг Не следовало мне так давить В смысле? Штраф у меня нету Восточные провинции Это я читал Контанты Вивика Биография Борензии том 2 Том 3 Эту я читал Том 2 точно Том 3 биография Борензии Этот третий том я читал Астрология читал Книга восходы и заката читал О занятиях волшебников О занятиях волшебников Так Это я тоже читал Ну давай расскажи О чем? Слушайте ну вот эти книжки то я могу наверное А нет я их не могу читать не достав Не достав из сундука Не буду я этим заморачиваться Симин фролини Алимсиви фортеризейшн Я Симин фролини Не волнуйтесь Вивик даже нас смущает Так Торговля Что у него можно купить? Если у него есть какая-то книга повышающей характеристики Надо купить Ну таких книг у него нет А продать мы что-нибудь можем? О подготовке тел том 2 Давайте продадим Это же не квест твой предмет правильно? Я уже боюсь что-то продавать Не дай бог что-нибудь продам Слушайте давайте посмотрим вообще какие у меня квесты есть Потому что я уже реально боюсь что-либо продавать Так Энгут Вюлир попросил принести ему копию книги Визершинс Он считает что копия есть из трактира в Маоргане Да Маорган нам еще далеко Так Садрит Мора далеко Так Тоже Маорган Маорган Нилену Дорвейн попросила меня украсть формулы алхимика Ауран А формулы алхимика Ауран Ферернис Магазин который находится в округе рынка в Мивике Понятно Это уже ближе к тому что нам надо Так квест информатор Ви Викид сюжетный квест пока подождет Так в Толяруне я еще не был да я так понимаю Или был Нет Толярун это по моему Ну ка Альдрун Да в Толяруне я еще не был Я даже не знаю где Толярун находится честно говоря Блин какой же все таки этот Вивик огромный Вивик огромный это просто Какая то жесть Так какие еще квесты у меня есть Толярун Пьяный охотник за головами Толярун 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 Толг рубашки этот квест уже похерен до конца игры Умбра, когда я был в Суране, я погорел Сашуману Эрайшах Она рассказала мне о безумце, который живет на холме неподалеку Она считает этого человека опасным, хотя он никому не причинил зла Блин, на этот квест ей надо было, когда я был в Суране, теперь уже поздно Ну короче, ничего я интересного не увидел в своем дневнике, давайте тогда обсуждать Арена находится между поселением Ридаран на западе и поселением Тальвани на востоке Арена – место для общественных развлечений и боевых видов спорта Под куполом комфортабельной арены находятся места для сотен зрителей Под ареной расположены комнаты для переодевания и складские помещения эстрадных артистов Тренировочные залы и клетки с животными для участников боев Субтитры создавал Дым. Здесь вампиры не доставляют таких хлопот, как на западе. Здесь темные эльфы выжили эту заразу столетия назад, а храм следит, чтобы они не вернулись. Если тебе нужно заработать денег, чтобы обеспечить себя на время пребывания в Вивике, попробуй устроиться в имперские гильдии в квартале чужеземцев. У них часто есть работа для путешественников, которые хотят подзаработать. Также можно поспрашивать у торговцев и ремесленников, которые встречаются по пути. Часто бывает, что для них нужно быстро выполнить какое-нибудь несложное задание. Плата не велика, но хорошие отношения местных жителей и приобретенный опыт могут иногда быть гораздо полезнее при горшне золота. Говорят, что ребята Лесли пользуются пещерой на острове к востоку от Вивика. Пещера на острове к востоку от Вивика. Так, поспать мне, конечно, здесь не дадут. Так, силу воли прокачиваем. Удачу. И опять же, наверное, скорость. Так, и он, кстати, даже на меня не напал. Чего ты хочешь? Он, видимо, не увидел, что я поспал в его постели. Да, штрафов нету, отлично. Я прокачался еще. Так, Вивик, замок уровня 65. Он меня не видит, поэтому тут можно спокойно вскрывать. Ого, а тут уже какие-то ребята. А воровской чести. Пойдем со мной. Тут здесь воровское подполье, походу. Но привело тебе сюда. А воровской чести. А, нет, подождите. А воровской чести я тоже читал. Шкатулочка. Их нужно... Ну, давайте с ним поговорим. У них можно, кстати, что-то купить. Но ничего полезного. Слушайте, что за книга о подготовке тела у меня в инвентаре лежит? Я не понимаю. А, ну, эту я читал. То есть давайте мы попробуем продать эту книжку. Капризы магии продадим. Зачем мне их с собой таскать? Так, он может обучать чему-то. Торговля, красноречия. Давайте прокачаем красноречия. В принципе, денег же навалом. Почему бы нет? В теории можно и торговлю прокачать. Сколько у меня денег? 160 тысяч. Давайте торговлю прокачаем. Деньги девать некуда, друзья. Деньги девать некуда. Сейчас еще будем зачищать вот эти подземелья под дворцом Вивика. То я представляю, сколько мы золота там заработаем. Торговля, я так понимаю, от интеллекта зависит. Когда столько денег, надо вообще все качать. По идее, после прокачки торговли у меня цены в магазинах должны стать ниже. Так, ну давайте с ним поговорим. Ну это вор из городской гильдии. Большая эхилент. Отправляйтесь садить мор. Вы найдете большую эхилент в трактире грязного мюреля. Это то самое место. У меня, кстати, уже статус бригадира в городской гильдии. О, он мне дал какой-то квест, походу. Мне по душе твои манеры, НВАК. Вот подсказка. Пропильон. Доводилось бывать в Донмерской крепости? Там есть такие пропильоновые камеры. С двумя большими каменными столбами. Это средства перемещения. Но к ним нужен ключ. Вещица под названием пропильонная метка. Один парень как-то пытался продать мне такую. Запросил целое состояние. Пришлось послать. А потом дошло вслух, будто этот парень отправился в гидрическое свечилище мелкашиши. Да забыл вернуться. Так может и пропильонная метка осталась при нем? Может тебе повезет? Арантамо Дурная Нога рассказал мне о пропильонной метке. Ключе, который необходим для использования транспортных средств, которые называются пропильоны и находятся в крепостях Донмеров. Он также сказал, что один из тех, у кого были такие метки, отправился в гидрическое святилище мелкашиши. И так и не вернулся. Это новый квест, друзья. Квест под названием Хм, у меня почему-то квест этот не отобразился. Но, видимо, и не должен. Так, просто подсказка. Так, что еще тут у него спросить можно? Так, с этим товарищем я поговорил. Приятных дам малорядушкам. Джентльмен Джим Стейси. Молодец, он и правда как джентльмен. Возможно, у меня найдется для тебя работа, но тебе, вероятно, интересует что-то другое. Так, работа. Я слышал, что ты наш многообещающий новичок. Но я хотел бы поговорить с тобой позже, когда ты станешь опытней. Приходи ко мне, когда станешь капитаном. А до этого тренируйся и держи связь с Большой Хилент, Хабаси или Айн Готом. Как правило, у них всегда есть работа для тебя. Бал Молагмер. Существует... Так, у меня какой-то квест. Существует легенда о людях огненных камней, которые несли на землю свет справедливости. Хотя Бал Молагмеры были ворами, они крали только у несправедливых и отдавали украденные нуждающимся. Они исчезли в начале третьей эпохи и с тех пор не появлялись. Полагаю, настало время, когда Бал Молагмерам нужно вернуться. Это перчатки, с помощью которых Бал Молагмеры носили раскаленные камни с Красной горы. Когда вы будете готовы вновь разжечь огни Бал Молагмеров, наденьте перчатки и снова поговорите со мной. Джентльмен Джим Стейси рассказал мне о Бал Молагмере. Как они пронесли свет справедливости по Моровинду, забирая у нечестных, отдавая бедным. Он дал мне перчатки Бал Молагмера, которые мне надо однодеть, прежде чем снова обратиться к нему. Так, он мне дал две перчатки, друзья. Но продолжим уже в следующем части. Всем спасибо, всем пока.